Трудные места описания с библейским порталом Экзегет. Книга Исход, 4 глава, 24 стих. Здесь такие слова, которые, в общем-то, если в них читаться, они шокируют. Это действительно очень трудное место. Я прочитаю этот стих вместе с двумя следующими по переводу российского библейского общества. Контекст. Значит, только что Моисей получил призвание от Господа идти в Египет для того, чтобы вывезти оттуда израильский народ. Да, все очень хорошо понятно. И Моисей туда направляется. По дороге на ночной стоянке пришел к Моисею Господь и хотел его убить. Вот прямо шок. Он его отправил в Египет, чтобы тот вывел оттуда израильский народ. И если он его убьет, то, во-первых, за что убивать, а, во-вторых, это повеление точно оставится неисполненным. А что дальше? Тогда Цепора, это жена Моисея, взяла острый кремень, камень такой, и обрезала своего сына крайнюю плоть и сказала, прикоснувшись к его ногам непонятных чим, «Ты мне, жених, через кровь». Что это значит, тоже непонятно. И Господь отступил от него. «Жених через кровь», так она сказала про обрезание. «Но если Господь хотел убить Моисея, при чем здесь Цепора, обрезание сына Моисея?» Очень много теорий на эту тему, не буду излагать все, назову только основные. Смотрите, «Господь велит Моисею, иди в Египет, выведи оттуда свой народ». Господь идет в Египет и берет с собой свою семью. О чем это говорит? А он не очень-то надеется, что он выведет оттуда Израиль. Ну, не хочет он расставаться со своей семьей. Он мог бы сказать, так, дорогие, у меня командировочка в Египет, подождите меня, к вам вернусь, и тогда все будет хорошо. Он ему говорит, нет, ну, теперь мы идем в Египет. То есть он должен вывести народ из Египта, вместо этого он свою личную семью туда ведет. Наверное, для того, чтобы там остаться, иначе, ну, никакого смысла. Кто в командировку с собой семью берет? Тем более в опасную командировку. Он, в общем-то, не бегемотов считать едет, а спорит с фараоном, да? И это довольно неприятная история. Тогда получается, что Господь его как бы предупреждает. Давай, Моисей, всерьез восприми мои слова, а то плохо тебе будет. Причем здесь обрезание? А, ведь обрезание было дано уже Аврааму. Это то, что отличает его потомков, в частности, израильтян от всех остальных народов. И у сына не был обрезан его сын, да, Моисея? Кстати, какой? У него было два сына. Ну, есть такое прочтение, что, возможно, его сын только-только родился. На восьмой день евреи обрезают новорожденных. И, конечно, если дорога, если им необходимо куда-то идти, то, наверное, надо это отложить, потому что, ну, там это связано с потерей крови, это связано с опасностью инфекции. Вот точно не в пути где-то там это надо делать. И тогда получается, что именно вот Цепора решила все-таки сделать это обрезание, несмотря на то, что сын был в некоторой опасности. Ну, и как бы это такая вот жертва ради соблюдения Божьей заповеди. Так, а почему Цепора? Это единственный случай во всей Библии, когда обрезание совершает женщина. И в современной практике абсолютно такого нет, чтобы женщина обрезала своего сына. Тем более муж тут присутствует. А, может быть, Господь хотел его убить, Моисей был в таком состоянии, что он уже ничего не мог сделать. Он был, там, не знаю, парализован, бездвижен, безгласен, бездыханен, может быть, даже. И пришел в себя только после того, как это было совершено. Загадка. А вообще-то у него два сына. Может быть, это был старший. Тогда получается, что Моисей его не обрезал. Там, в пустыне, где он жил, пренебрег Божьей заповеди. Он сам идет выводить израильтян из Египта, но при этом он не исполняет Божью заповедь. И что тогда? Бог ему напоминает. Вот сам-то исполни, а потом будешь других призывать. Но Господь его только что призвал. Это четвертая глава Исхода. Тут как раз вот инструкции ему даны идти в Египет, что он не мог сказать, да, и, кстати, сына-то обрежь, потом все это будет сделать. Загадочно. А что за слова? Кому цепора прикоснулась к крайней плотью, обрезанной, и сказала, ты мне, жених, через кровь? Ну, слово «жених» не очень точный перевод. Хатан – это не только жених, но вообще родственник по браку. К Моисею? Кровавый ты у меня муженек-то, да, из-за тебя кровь младенца приходится проливать. А некоторые даже толкуют так, что она прикоснулась к ногам ангела, который явился, значит, явился Господь, хотел его убить. То есть некий ангел подошел к Моисею в некоем зримом облике, и цепора сказала, вот, кровь обрезанная. Мы обрезанные – это то, что отличает нас от необрезанных, поэтому нас нельзя убивать. И Господь это послушал. Абсолютно загадочная история. Вы знаете, толкований так много, я еще не все перечислил, только те, которые мне кажутся наиболее интересными и важными, так много толкований, что какого-то одного ответа нет. Но мне нравится вот какое. Смотрите, все против исхода. Ну, вот все против. А Господь говорит, смотри, Моисей, вот надо пойти в Египет, сказать фараону, отпусти мой народ. Фараон не отпустит, я знаю. Моисей говорит, Господи, ну я человек неречистый, мне это не получится. И Моисей против. И фараон против. И израильтяне, как вы думаете, они против или за? Я, конечно, против, когда Моисей к ним приходит, к фараону приходит, то фараон на израильтян налагает лишь лишний объем работы, и израильтяне ропщат и говорят, зря ты нам это все тут устроил, мы бы лучше работали, как раньше, а теперь на нас только нагрузку увеличили. Египтяне против, потому что Моисей требует отпустить египтяна, отпустить израильтяна, израильтяне на них работают, израильтяне их подданные. Кто же хочет лишиться бесплатной рабочей силы? Все против. А тут выясняется, еще и Господь недоволен Моисеем. То есть он тоже в каком-то смысле против. У него тоже есть основания быть против этого, потому что, может быть, сына не обрезал, да, вовремя. Может быть, взял свою семью и пошел в Египет, чтобы там остаться жить. Но не тот Моисей человек, которого надо посылать. Вот все не так. Все против, все обстоятельства против исхода. А исход состоялся. Давайте узнаем, как. Да, вот с этого момента начинается. Господь велел Аарону, иди в пустыню навстречу Моисею. Аарон приходит к Моисею, и Аарон, как более речистый, способный говорить, служит устами Моисею. Когда его, так сказать, спикером становится, говоря, на современный лад. Фараон не отпускает народ, но дальше египетские казни, которые убеждают его в этом. Потом Пасха, которая убеждает израильтян о том, что они под особым покровительством Бога. Потом и египтяне. Но все-все-все постепенно убеждаются. Вот потому что это такая важная история. Потому что исход должен состояться, хотя все против. И вот этот эпизод, на самом деле, переломный во всей истории. И мне кажется, как бы не относиться к этим преданиям, потому что здесь еще есть какое-то очень древнее предание, которое может быть связано с представлениями о неких губительных ночных силах, которые могут напасть на человека, и которые строгий монотеист, относят исключительно к Богу. Вот как бы к этому всему не относиться, но эта история, она служит таким переломным моментом, после которого исход, собственно, начинает действовать. Может быть, психологи говорят, еще Господь хотел вытеснить у Моисея страх перед фараоном, страхом перед самим Господом. Мол, не так страшен фараон, как ослушание мне, говорит Господь Моисею, и Моисей это принимает. Может быть, он ему напоминает о том, что, смотри, речь идет о жизни и смерти, это не просто какие-то, знаете, прогулки по пустыне, хочешь туда пойди, хочешь нет, это вопрос выживания. Для тебя это вопрос выживания, и для народа, который в Египте, это вопрос выживания. Интересно, что семья, кстати, осталась. Вот после этого, может, потому что ребенок был обрезан, и, соответственно, не время путешествовать. Может быть, потому что Моисей понял, насколько все серьезно, и сказал, семье побудьте здесь. Потом он сходит в Египет и вернется вместе с народом и к своей семье. Вот все поменялось в этом эпизоде. Что там было? Вы знаете, мне кажется, и повествователь, вот тот, кто составил текст книги «Исход», не очень это понимал. И в результате сказал о каких-то вещах, которые, ну, известны были в виде предания Моисея, но не были документированы как-то хорошо и подробно. Вот мы не понимаем некоторых вещей в этом тексте. Понимал ли всегда составитель все эти вещи? Тот, кто из преданий, рассказов создал конечный, вот имеющийся у нас в руках текст книги «Исходы». Мне кажется, он тоже не все и не всегда понимал, но для него это не было страшным. Ему было важно, что он понимает что-то главное, и вот это главное он может передать грядущим поколениям, так оно дошло и до нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует...